Здравствуйте, наши маленькие читатели! Вас приветствует городская детская библиотека имени Евгения Каковина. Предлагаем вам порадоваться приходу весны и послушать трогательную сказку Джулии Роулинсон под названием «Лисёнок лютер и весенний сад». Лес гудел от весеннего оживления и щебета птиц. Лисёнок лютер скакал в припрыжку по тропинке и поводил носом. Здесь бутон распустившегося цветка понюхает, там бросится на перегонки с бабочками. И так у лисёнка закружилась голова от ярких красок и громких звуков, что он полетел кувырком с холма и угодил прямо в залитый солнцем фруктовый сад. Лютер поднялся на лапки и не поверил глазам. Вместо ярко-зелёной сочной травы землю покрывали белые сугробы, а лёгкий ветерок, гулявший между ветвями деревьев, сдувал с них снежинки. «Снег весной!» – подумал лютер. «Но ведь бабочки и цветы замёрзнут! Нельзя терять ни минуты!» Лютер проворно взбирался на холм и раздумывал, кому бы рассказать о вернувшейся зиме. Тут на ветке дерева он увидел пару воркующих птиц. «Вы слишком рано прилетели!» – крикнул им лютер. «Сад внизу весь засыпан снегом, и наверняка он ещё выпадет!» «Тогда нам надо вернуться на юг!» – пропели птицы. «Но сперва нужно предупредить ежа! Он только что вылез из своей норки! Пусть снова ложится в спячку, не то замёрзнет!» Лютер и птицы нашли ежа. Тот как раз потягивался со сна и почёсывался. «Скоро выпадет снег!» – пропыхтел лютер. «Я был в саду и видел сугробы. Бабочки замёрзнут, птицам придётся улететь обратно на юг, а ты скорее прячься!» «Тогда я опять свернусь клубочком в своей постели!» – грустно просопел еж. «Но сперва нужно сказать бельчонку, чтобы пополнил свои припасы! А то он уже съел все орехи, что запасал на зиму! Нужно собрать ещё!» Лютер, птицы и еж нашли бельчонка. Он гонялся за солнечными зайчиками. «Сад засыпало снегом! Скоро он и здесь выпадет!» – выкрикнул лютер. «Бабочки замёрзнут, птицам придётся улететь обратно на юг, бедняжка еж опять ляжет в спячку, а тебе нужно пополнить свои припасы!» «Ты прав! Я уже всё подъел! Мои закрома пусты!» – сказал бельчонок. «Но прежде, чем я пойду искать орешки, надо сказать зайцам наесться вдоволь травы, пока не пошёл снег!» Лютер, бельчонок, еж и птицы снова пустились в путь. Зайчики кубарем катались по траве возле своей норки. «Перестаньте играть!» – крикнул им лютер. «Сад засыпало снегом! Скоро он и здесь выпадет!» «Бабочки замёрзнут, птицам придётся улететь обратно на юг, бедняжка еж опять ляжет в спячку, бельчонку нужно пополнить свои припасы, а вам надо наесться вдоволь травы!» «Но прежде, чем мы начнём жевать траву, сказали зайцы, давайте поиграем в снежки!» И зайцы покатились кувырком с холма, подскакивая, как мячики, а вслед за ними летели птицы, и бежали бельчонок, еж и лютер. «Сей весёлой гурьбой они примчались в сад, где на земле лежал белый ковёр из лепестков цветущих деревьев. Ветви были усеяны белыми цветами, лепестки кружили в воздухе, лепестки укрыли землю, словно пуховая перина, и никакого снега!» «Это деревья цветут! Глупый ты, лисёнок!» — скричали зверята. Лютер моргал и тёр глаза, чувствуя себя на редкость глупо. Но тут зверята набрали в лапы целые пригоршни лепестков и осыпали ими лютера. Лисёнок метался между деревьями, увертываясь от летящих со всех сторон лепестков. Наконец, все зверята без сил повалились на землю, и их засыпало белыми мягкими лепестками. Потом птицы полетели на своё дерево, а с собой унесли в клювах горсть лепестков, чтобы выслать ими гнёздышко. Ёж сопел, взбираясь на холм, а на его иголках белели лепестки. Бельчонок сновал вверх и вниз по стволу дерева, гоняясь за белоснежными лепестками, которые кружил ветер. Зайцы скакали по холму, неся в лапках целые охапки лепестков, чтобы украсить свою норку. А лютер просто лежал на мягкой перине из лепестков и улыбался, любуясь пышными ветвями, усеянными белоснежными цветами. Друзья, а сейчас лисёнок Лютер предлагает вам немного поиграть. Первое задание. Найди тень лисички. А вот и правильный ответ. Второе задание. Найди двух одинаковых лисичек. Правильный ответ такой. Третье задание. Найди лисий след. Правильный ответ. Ребята, если вам понравилась эта добрая книжка Джулии Роулинсон, тогда непременно приходите в каковинку и прочитайте другие истории о добром лисёнке Лютере и его друзьях. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...